Привет! Ну что, вот он, небольшой спешл к основному выпуску о гастрономическом Львове, как я и обещал. Тут я покажу вам, как и где в этом городе можно красиво пригубить. Если хотите, плесните себе тоже бокальчик, будем с вами на одной волне ближайшие полчаса. Начнем с визитной карточки Львова – наливки. Чтобы попробовать все наливки Львова за одно путешествие, вам не хватит здоровья, так как их разновидностей здесь точно более сотни. Тут, как в Ютюбе, огромное количество авторского контента, и если пытаться заценить все сразу, вас тошнит. Поэтому предлагаю по чуть-чуть. Ну, посмотрите на эту красоту. Ну, разве это не красиво? Да это эстетика. Это же кино. Это шашки. Это вот шашки. Самое главное – быстро уйти в дамки. Как видите, я грань не совсем знаю, потому что заказал себе 9 штук. Вообще, с наливками нужно быть аккуратнее. Они вроде бы легенькие, вот где-то у тебя там в глубине, ты понимаешь, да ну, да 20 градусов, ну что в этом такого? Вы не заметите, как будет уже вторник? Потом март 2037 года. Видите, у них есть своя градация. Вот первая линия ко мне, первый эшелон, назовем это так, это наливки 20-градусные. Посредине у нас наливки 40-градусные. И, внимание, тыл 70 градусов. Вот они какие красивые. Причем, я так понимаю, что вот эти 20-градусные – это какие-то ягодные, фруктовые. Ну, мне так кажется. Они полегче, но обычно из таких вот всегда из ягод делают легенькие наливочки. Те, которые посредине – 40-градусные. Тут уже сразу… Ой, тут, ой-ой. Тут так прям мед в лицо шарахнул. Прям вот как будто ты банку открываешь, трехлитровую. Бабушка вот мне передавала, всегда из села. Мы приезжали к ней или сами набирали мед у нее, или она передавала. И вот когда открываешь вот эту крышку пластиковую, и вот этот запах меда, и вот здесь точно так же. Такое ощущение, что я открыл трехлитровую банку меда. Вот это интересное. Это борщ. Наливка, которая называется борщ. Так, ну-то все хорошо, но я думаю, надо, ну, как бы, закусь. Я себя знаю, я знаю свои возможности. Я даже ко второй не успею перейти без закусья. Поэтому… Просто видали, какая мы передача. Вот так вот хлопнул и появилась. А вы так можете? Да не можете. Мы много бюджет-экшен. Просто Голливуд плачет по нам. Видели? Сейчас смотри. Хлопну, она исчезнет. Смотрите. Оп! И нету. А я ж он. И лох какой-то снимается. Давайте сюда еще раз. Ну что, поехали. Что мы, как неродные, сидим? Давайте, с самой слабенькой, 20-ти градусной. Вот она на меня смотрит. Очень ледненькая. Прям залетает. Как дети в школу. Прекрасно залетает. Так мы и про одноклассницу говорили, когда у меня в единственном классе уже трой не было. Ладно, это мы вырежем эту шутку. Прям залетает. Как дети в школу. Такая поляна. Аж неудобно одному сидеть. Ну, были бы друзья, конечно, я бы их тут рядом посадил. Но нет у меня друзей. Такой юмор. Попробую сейчас зеленую. Ну, правда, очень-очень они легкие. Но хочу сказать, надо все равно знать меру. Не обращать внимания. Думаю, что да, они такие леденькие. Сейчас я возьму 5-7-15. Ушатать можно жестко. Переходим к тяжелой артиллерии. 40 градусов. Так. Боже, я сейчас поймал себя на мысли, что я дошел до этого возраста. Я всегда смотрел на взрослых дядек, мужиков, которые так... Думаю, ну, блин, я таким никогда не буду. Добрый вечер. Сейчас. И даже вот несмотря на то, что здесь 40 градусов, когда ты выпиваешь эту наливку, нет ощущения. Ну, у водки тоже 40 градусов. Но когда ты пьешь водку, ты чувствуешь, что там тебя опаливает вот все. Здесь такого нет. Из-за меда, из-за вот этой сладости, такое ощущение, что здесь вообще нет 40 градусов. Правда, ну, те же 20. Возможно, просто она больше тянется. Посмотрите на эту красоту. У тебя сальцо, у тебя чесночок, селедочка. Ну, это же бомба, это... Ну, по-другому нельзя. Тогда вообще нет смысла ехать во Львов. Надо есть, если приезжаешь, надо есть вкусно, классно, ни в чем себе не отказывать. Ну, здесь я ни в чем себе не отказываю. Приехал один, уеду с плюс один. 40 градусов, шикарно. Попробую еще одну, например... Ну, капец, вот... Не поверишь, что здесь 40 градусов. Вот я не знаю, почему. Как так? Вот это такой самообман за то, что оно сладкое. Ну, не сказал бы в жизни, что 40. Вот я сейчас попробую 70 градусов, чтобы... А вот сейчас я уже вижу, что это 40 градусов. Вот сейчас прилетело мне в головоньку. Так, легенько постучались. Так, тук-тук-тук. Так, добрый вечер, Андрей Александрович. Как дела? О, неплохо, надо больше закусывать. Иди сюда. Как моя мама папе говорила в свое время. Так. Боже, мама, если бы сейчас увидела вот это, что я сейчас делаю... Ну, во-первых, она сильно бы не ругалась, потому что как минимум я в шапке. Я в шапке и ем. Это главное. Пью, да, плохо, но в данном случае, когда есть шапка и ребенок ест, это на все закрывается в глаза. Борщ! Ну, сразу у меня поменялся, да? Разговорщик? Борщ! Добро пожаловать, типа такой, ведущий. Борщ! Крутите барабан! Борщ! Ладно, все. Ой-ой-ой. А, вот тут чувствуется, что 70 градусов. Если сороковочку, когда ты пьешь, ты не понимаешь, что там 40. Ну, здесь ты понимаешь, что там много градусов. Ой, прям сразу. Очень жесткая. Ну, когда я раньше покупал этот борщ, отчетливый был вкус этого борща. Сейчас я бы не сказал, что это борщ. Если бы я вот не знал, сливочный вкус, но отнюдь не борщ. Но вкусно! Я не говорю, что это невкусно. Нет. Ну, у меня никакой ассоциации с борщом нет. Давайте, какая вам больше нравится? Пишите в комментариях. Я пока подержу, пока вы напишите в комментариях. Потом мы подобьем итоги, и я выпью. У меня сил много сейчас, поэтому я могу подержать. Какая больше нравится? Ну, укажите глазами. Это окей, все. И все с вами. Так выпьем же за то, чтобы YouTube. Когда ты, маленький мальчик, хочешь завести себе канал, придумаешь какой-то контент, идешь, когда снимаешь видео, арендуешь себе технику людей, которые это все снимают, ты никогда не думаешь о том, что когда-то это может вырасти в нечто большое, в нечто красивое, в нечто, что может приносить тебе деньги. Я пока понятия не имею, что значит приносить тебе деньги от YouTube, но мне рассказывали. И вот ты, молодой, давайте по-честному, не очень молодой, бородатый парень, получаешь серебряную кнопку и уже мечтаешь о золотой. И благодаришь каждого человека, который подписывает... Короче. А 70 градусов чувствуется. Но вот эта наливка, это топ. Я не знаю, что это, но такое ощущение, что я просто выпил сейчас майский мед. Это прям майский мед. Она настолько классная, она такая тягучая. Вот майский мед, представили майский мед, который вот так вот открываешь банку, льешь и он тянется красиво, очень такой темно-оранжевый цвет, рыжий. Топ наливка, 70 градусов, допью до дна. Ваше здоровье, вы просили еще алкоголь в выпусках, получайте. А я пойду приходить в себя. Холодный душ, капельница, гневные разговоры с женой, развод. Ну, в общем, там сложная история. Ваше здоровье. На самом деле, еще немного информации для взрослых и ответственных. Барная культура Львова уже точно не разочарует тех, кто привык к столичным замашкам. Я всегда, например, останавливаюсь в Гранд Хотель Ви. И каждый раз, проходя мимо бара на первом этаже, вспоминал сцены из фильмов, где постояльцы после долгого дня спускаются вниз пропустить пару бокальчиков. В этот раз я решил, наконец, воспользоваться этой возможностью. Тем более, приехал сам, без семьи. Коктейльчики? Коктейльчики. Сегодня укладывать меня спать будет человек, который отвечает за коктейли. Павло. Звучит так себе, но будем реалистами. Я редко пью. А поэтому после всех этих дегустаций снимать мы больше ничего не будем. Поэтому давайте быстро продегустируем коктейли от Павла и по домам. Что это за алкоголь? Это у нас бурбон, американский виски, солодкий вермут и гиркий битер Амара-Рамазоль. Ого! Коктейль называется Black Lion в честь Нового Рока, который скоро до нас прийдет. Чорный лев подается с солодкой вишнями Раскино. И вы портфельно сами себе можете подбирать, яку дозу вы хотите. И выживаю после него? Ну, это, взагалі, рахується міцный коктейль. Так, це міцнейший. Так, мне сразу напоминают уроки химии. Хоть я ненавидел уроки химии вообще, у меня не сложились отношения с учительницей и химией. Ох, аж вспомнил. И нужно вот сюда наливать. Очень круто, что можно поставить опять эту мензурку сюда, для того, чтобы она охлаждалась. Ух, Павло, ух. Для старта. Для старта? Я думаю, там где старт, там и финиш может быть. Вот сразу вот здесь. Больше здесь виски всего? Да. Ну прям, ух. А, ну приятнее, чем виски. Это за счет чего? За счет вермута или за счет чего? Вермута. А, очень интересный. То есть запах сразу виски. И вот когда ты слышишь такой запах виски, ну как виски, виски надо быстренько хоп, а тут его приятно прям попивать, тянуть. Сладенькое такое. Это кто придумал? Гранд Хотель придумал. Гранд Хотель. Ну прикольно. Смотри, как красиво выглядит. Прямо такое ощущение, что это свечка. Просто вот сейчас ее зажигаешь, она стоит, она не движется. Глядь, классно. А, обалдеть. А как его пить? Прямо так, да? Прямо так вкусно. Прямо так вкусно, чтобы смачно, чтобы на ушах, ну не знаю меня, может на ушах остаться. На ушах чтобы оставалось, да? Ну давайте. Ну это тоже нелегкий коктейль, да? Чи легче? Ну він легче, ніж минули. 100%. Прямо, сейчас еще раз попробую. Он сладкий, а вот эта пена, ее отдельно можно прям вот так? Конечно. Из чего она состоит? Типа веалки, лимон, сахар. Классная пена. Как десерт. Вообще я обожаю, конечно, вот эти огромные куски, дебелые куски льда. Это так вот круто, так по-мужски что ли. И вот прям лед. Включение, что где-то на севере, знаешь, мужики бородатые после работы, после того, как разгружали какие-то деревья накачанные такие вот с такими бородами. Зашли, лед вот так взяли с проруби, бросили себе в стакан, налили туда жгучего, жгучего взрослого напитка, и его пьют. Офигенно! Прям, ну смотрите, ну атмосферно же. Ну это же бомба. На всякий случай напоминаю, что мешать все коктейли за один раз не стоит. Поэтому я возьму этот риск на себя, чтобы вы знали, что вам ближе по вкусу, когда придете сюда. За кадром стоит реанимационная бригада, трюки выполняются профессионалами, не повторяйте дома. Прикольно, такая свежесть прям, с фруктами, да? Очень классно, да, тропики, реально, вот очень прикольный. Класс, жалко, что не передает камера запахи, но пахнет нереально классно. Вот прям закрываешь глаза, такое ощущение, что ты где-то на берегу океана, где-то в Доминикане сидишь и попиваешь этот коктейль. Очень классно, пахнет топ. Но реально вот такое тропическое, сразу такое пляжное настроение. Вот эти юбки, знаешь, соломенные шляпы какие-то, балалайочки, вот эти гитары маленькие, как они называются? Укулеле. Укулеле, да. Вот эти укулеле, когда играют мужички. У меня сразу, сразу асоциация... Асоциация? В общем, это... Паш, ну нельзя так. Ну я, ну я, я уже не могу, это же очень сложно. Вы понимаете, что мне нужно вести программу, а я уже, а я уже не могу ее вести. Вы вбивця, Павло, вы вбивця. Классно делаете свою работу. Такая пенка, а что это за пена? Это за чего она? Это специальный такой ингредиент, который вспенивает гудить и жиркость. И она так же солодка, так, эта пена? Она солодка, а это иллюзия? Иллюзия. То есть она без смаку, так? Так. Прикольно. Такое впечатление, что самая эта пенка у нас у лодка. Знаете, как морозово, когда растопливают? Такое впечатление, что сейчас морозово растопили, и я сейчас пью это морозово. Прикольно. И она не уходит. То есть, ну, я думал, сейчас ее можно выпить, а нет, она еще остается и каждый раз вот покрывает этим верхним слоем весь коктейль. Нет, мне обидно, что у нас не так много людей кайфуют от настоящих баров. Потому что многие заходят просто в какие-то обычные там заведения, рестораны, выпивают там вино, какой-то виски выпьют и все. Но нет этой культуры. Это же так классно. Вот я путешествую по миру и я это вижу. Особенно вот когда я бывал в штатах, вот здесь для меня чисто штатовская атмосфера. Мы часто останавливаемся в этом отеле, когда приезжаем с семьей, когда я во Львове. Я всегда проходил мимо этого бара, у меня так отвисала челюсть. То есть мне было интересно, я хотел сюда зайти. При том, что я не сильно дружу с алкоголем, но я даже заходил сюда, я помню, и пил кофе. Просто вот так вот сидел на диване и пил кофе, просто кайфуя от атмосферы. Приходят вечером, здесь собираются классные люди, видно, дорого одеты, бизнесмены. Вот они сидят, общаются, им наливают там виски, какие-то другие коктейли, какой-то другой алкоголь. И от этого так круто. Такой фетиш у меня. Мне такое нравится, мне нравится атмосфера. И вот я когда был в Нью-Йорке, и когда мы заходили в отель Плаза, первое, на что я обращал внимание, не на этот вестибюль, где бежал Кевин МакАлистер, там был Трамп. Когда-то я об этом мечтал, побывать в этом вестибюле, но я сразу же, возможно, я уже в возрасте был в другом, и я сразу обратил внимание на бар. Я помню, я просидел в том баре в отеле Плаза в Нью-Йорке два с половиной часа. Я просто сидел и смотрел, я там заказал какое-то пиво, я просто пил пиво и смотрел на людей. И я так кайфовал. Это такая классная культура вот этого бара. Это атмосфера, это музыка. И у нас почему-то люди не до конца понимают, насколько это классно. Вот здесь бар шикарный. Если вы хотите прочувствовать атмосферу классного барного настроения, нужно приходить сюда. Я ручаюсь за это место. Правда, здесь очень классно. Прям топ. И, кстати, чтобы вы лично убедились, какие классные здесь делают коктейли, и какая шикарная здесь атмосфера, я предлагаю вас угостить. Да что там предлагаю? Я вас угощу. Итак, внимание! Каждый, кто будет во Львове с 1 по 3 января, заходите в Ранхотель Вив в их супер-бар. И, внимание, если вы закажете себе один из коктейлей, который заказывал я, второй такой же вы получите в подарок. Главное сказать мне, как у Беднякова, люблю вас. С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров Киев Такое ощущение, что я на шатырь прям к носу подношу. Потому что теплый. Потому что теплый? Когда вот уже испаряется чуть-чуть, запах появляется. И очень классный запах. Такое сразу рождественское настроение. Вот правда. За вот этой апельсинки кожуры, которая лежит сверху. Ой, слушайте, это вот этот очень классный. Прям вот этот классный. Это лучше, чем Глинтвейн. Это лучше? Да, да, нет, серьезно, правда. Ну он крепкий, это сразу чувствуется, что он крепкий. Есть легкое ощущение схожести с Глинтвейном, но ничего подобного. Не, вот это намного... Попробуйте, это прям топ. Для меня победитель, правда. Вот этот коктейль для меня победитель. Супер. И он самый крепкий. Из этого следует, что я алкоголик. Потому что я люблю самые крепкие коктейли. Нет, это... Слушайте, это прям новый мой фаворит. Вот я после этого не смогу теперь Глинтвейн пить. Это класс, это очень классный коктейль. Пьешь глоток, и он так вот тебя... Ты чувствуешь, как он медленно опускается. Вот отсюда, вот так вот дальше, дальше, дальше. Не, не, не надо сюда. А там живот, дальше там будет видно. Там будет видно живот. Саня, туда, там не надо спускаться. А там живот и разъегнута ширинка. То есть все. Он прям крепкий. Не знаю, ну два таких можно выпить? Думаю, нет. Ну так сидячи тут точно не можно выпить. Если взять и пить на улицу гулять, то можно выпить. Это очень классная штука. Я этот коктейль придумал, когда до меня на бар забегла девушка. Зимой такая. Я так мерзла. Я боюсь, что я захворюю. То есть сделай мне какой-то коктейль, который очень быстро сгорит. И мне будет легче. Это, наверное, можно открыть точку сейчас на улице. И продавать такие коктейли. Это будет немного за дорого, мне кажется. Но он того вартует. Правда, очень классный. Спасибо девушке, которая пришла когда-то сюда и замерзла. Потому что если вы девушка... Когда это было? Может она уже женщина, уже... А, вот это девушка. Спасибо вам огромное за то, что вы замерзли. За то, что вас окоченели пальцы. За то, что вы не чувствовали своих конечностей. Но вы пришли сюда. И благодаря вам придумался этот коктейль. Целую ваши мысли. Ну это прям идеальное завершение. Это прям вишенка на торте. Вот все эти коктейли. Думал, ну класс, класс, супер, супер. И мне не хватало вот этого. Прям дождался. Это настоящий хедлайнер вечера. Поэтому, друзья. С наступающим вас Новым годом. С Рождеством. Пускай все будет у вас хорошо. Трезвого разума и трезвых вам глаз. А у меня такая тяжелая работа. Я вас обнимаю, целую. Обязательно попробуйте этот коктейль. Супер. Я надеюсь, что все, кто смотрел этот выпуск, независимо от границы языков, могут и будут приезжать в мой теплый и уютный Львов как можно чаще. Просто так, без цели. Пошататься, поспаковать, поглазеть, себя показать. Насладитесь Львовом, как это люблю делать я. И если вдруг вы никогда здесь не были, поверьте, вы будете поражены. Немного пьяны, сыты и поражены. Всех вас с наступающими праздниками. Давайте сделаем следующий год лучше. Сами сделаем. Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok